Всем привет, кошечки, зайчики, девочки, мальчики! С вами я, Ангелина. Всем добрый вечер, да, 7 часов. Как всегда, я не слежу за временем. В общем, давайте по мукбангим, по мукбандим, покушаем. В общем, у меня сегодня вкусненький мукбанг. Я сейчас запекла куриную голень с картошечкой. Приправка такая у меня вкусная. Камис я брала для курицы гриль. Такая остренькая. Как всегда, курочку я люблю с терияки соусом. У меня еще здесь интересный салатик. Первый раз приготовила. Сейчас сразу соусец. В общем, налью. Салат у меня с куриной печенью. В общем, не знаю, никогда я не готовила такой салат. Попробуем сейчас. Мне очень любопытно. Соленые огурчики уже свежие. Что-то уже, я не знаю, как-то поднадоели. Тут немного болгарского перца. В общем, все в перемешку. Так вот, тарелку накидала. Я хочу попробовать салат. Очень любопытно, очень любопытно. Слушайте, классный, неплохой салатик. Попробуйте. Вкусный. Рецепт я сама не придумывала. Я не помню, где-то увидела. Я что-то вспомнила про него. У меня как раз, знаете, в морозилке немножко куриной печени было замороженной. В общем, ну, ж знаете, такой салат. Короче, здесь обжаренные шампиньоны свежие. Потом обжаренная печень с луком, с морковью тоже. Все это обжариваешь. И маринованный огурец, короче, кубиками. И майонез. Ну, там соли, сперчешь по вкусу. Все вкусненько. Классный салатик. У нас сегодня 30 градусов, завтра тоже. Сижу дома. Уже прогулялась, по делам уже сходила. Дома все сделала. У меня племянница сегодня с Дашкой играют. В общем, это... Сижу дома. Ветер сильнейший на улице, но жарко. Ну, это на пару дней обещают пока. А потом опять попрохладнее будет. Завтра пригласили в баню на шашлыки. На дачу. К подруге. Ну, не ее дача, а ее родственников. Вот я думаю, 30 градусов, не знаю. Захочу ли я идти в баню. Я вообще не любитель бани, если честно. Мне больше нравится плавать. Не люблю сидеть в бане. Не знаю, никогда не любила. Курочку с картошкой я в мешочке запекала. Она очень мягкая, прям. Хрящик. Прям мясо снимается с кости. Ммм, вкусно. Вкусненько. В общем, завтра пойду на тусовку. Жалко, что мужа нету, конечно. Вместе бы. Приходится пойти одной. Сегодня хотел поговорить. Ну, как-то смотрел на днях одну блогершу. Девушка она. В общем, снимает мукбанги. Не буду говорить, кто. Я вхотела соленый огурец. Что-то эти свежие надоели. Посолониться надо. В общем, смотрела одну девчонку. Она. Короче, она всегда снимает мукбанги с покупной едой. Там покупная еда или фастфуд. Или там с ресторана заказывают, с кафе. Ну, там кто-то в комментарии спросил. Косточки. Тебе, почему вы сами не готовите? Всегда покупаете еду? Она там в следующем, по-моему, видео ответила, что вот. Уже давно за границей никто не готовит. Уже, типа, все только заказная еда. Все вот это вот. Типа, и зачем тратить время? Кому нужны, типа, мукбанги с домашней едой? Типа, эти супы, там, типа, затхлы или как-то. Короче. В общем, обосрали, короче, домашнюю еду. Я так подумала. Каждому своем. Вот. Может, этой девушке просто не нравится готовить. Ну, есть же люди такие, которые не любят готовить. Стараются питаться полуфабрикатами, там, вот, всякими готовыми блюдами. Вот. Поэтому она так и сказала, что типа, в ресторанах только нафиг время тратить. Я не говорю, что всегда, вот, например, по себе, вот, если я, я люблю готовить, но иногда, ну, позволяю себе, например, где-то в кафе покушать. Фастфуд, вот, например. Насчет фастфуда, она там часто тоже, всякие макдональдсы. Я этого не люблю. Не люблю я бургеры. С этих, особенно, вот, с макдональдса, вот, я не знаю, эти, самые отвратительные, не знаю, бургеры в макдональдсе, если честно. Ела я не только, считай, в этом городе. Не знаю. Все, мне кажется, там какое-то искусственное, понимаете, вот, и в бургер кинге, ну, там более-менее, но не знаю. Я вот, у нас в городе есть кафе, угли называется, там делают на мангале блюда и там делают бургеры. Ну, делают они так вкусненько, скажу я. То есть, чувствуется, что котлеты там, просто вот в этих кафе, вот этих ресторанах быстрого питания, как макдональдские, все на полуфабрикатах, все там уже замороженное, все готовое, все. не знаю, усилители вкуса добавлено всяких много. Не знаю, я часто никогда не покупаю, тем более вот в магазинах, могу взять вот, бывает, что винегрет могу купить. У нас гипермаркет Магнит, например, я могу взять винегрет, который уже там готовит, там же кулинаре. Вот, а вот такие майонезные салаты я никогда не беру. Потому что, не знаю, много раз слышала, что вообще готовят из просроченных продуктов, там дешевая колбаса, там оливье или что-то. Один раз как-то взяли, оливье, по-моему, майонез непонятно какой. В общем, вообще, какашка какая-то, если честно. Также там эти куры, которые гриль там или что-то. Вообще, в ресторане, например, заказывают, я не знаю, как там готовят, я не вижу, из чего они готовят. Когда я сама дома, я уверена, в свежести как-то продуктов, что я там, как говорится, жопу свою там не почешу. У нас вообще, короче, случай такой был в шаурмичной. Здесь в Салавате шаурмичной стоял, ларек. Ну, короче, ВКонтакте кто-то выставил видео. Короче, кто-то так втихаря подошел, короче, в шаурму эту хотел заказать и увидел, что продавец, который это там, он не русский, короче, там у них раковина стоит, где моют они вот овощи, там для нарезки в шаурму, что он стоит, короче, ногу задрал и моет, короче, это, ногу в кране, где вот, ну, блин, кухня, в общем. Короче, шумиха была, там, по-моему, прикрыли, или его уволили, прикрыли даже, короче, там, в общем, капец, он бы еще там, это, причиндалы свои яйца, там, начал мыть, представляете, это вообще, вот после этого как-то кушать еду из таких вот заведений, не знаю, ну, бывает, я вот шаурму люблю, конечно, ну, стараюсь ее, дома делать, я вообще против, всякой еды быстрого питания, конечно, бывает такой момент, что поехали куда-то в отпуск, там, охота отдыхать, не готовить, ну, уже приходится кушать в кафе, люди, кстати, многие травятся, бывает такое, особенно у нас, на российских в наших курортах, мы, когда ездили в Сочи, муж всегда, когда заходили в кафе, он говорит, как выбрать, типа, кафе нормально готовят или нет, типа, а где больше этих, господи, ну, где больше не русских, в общем, в кафе, абхазцев там, вот, там можно кушать нормально, типа, где они вот сидят, кушают сами, значит, там можно, в общем, не отравишься, короче, мы по этому принципу, кушали в кафе, в общем, так что, вот эта девушка, которая блогер, она просто-просто не любит готовить, и все, есть такие женщины, которые там западло, даже там, я не знаю, свихну сварить, или что-то, покупают вареную, ну, понимаете, торописти, в общем, кому-то нравится домашняя еда, смотреть мукбанги, кому-то, ресторанная, каждому, в общем, свое, какая ножичка, мягкая, 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 хорошая приправа, вот эта, камис для курицы гриль, что-ли, вкусная, увидите, купите, я вообще сейчас вспомнила, когда я была первый раз в Москве, это родственники живут, и это, ой, давно это было, короче, пошли мы, короче, первый раз в этот, в Макдональдс, пришли в Макдональдс, значит, а мне же интересно было, у нас вообще в помине, такого не было, давно, я говорю, давно было, значит, заходим, смотрю, столько народу там, вообще, прям очередина такая, и в основном все-таки жирные были, я почему-то запомнила, что все толстые, короче, там, в основном, или молодежь, там, или такие все толстые, короче, там, заведение, но я знал, что от этих бургеров, там, вот это вот, ну, толстеет от всего вот этого, короче, быстрого питания, заказала, помню, бургер, молочный коктейль, ну, по-моему, картошку фри, это я первый раз попробовала бургер, ну, короче, когда я это все съела, такая тяжесть в желудке была, как будто я, не знаю, кирпич сожрала, честно словом, настолько, видимо, не привыкший из желудок, кушать такую было еду, это просто капец, я прям, офигела, до вечера, в общем, ходила такая, пришлось пить этот, мизин, в общем, потом я после этого, очень долго время не кушала, ничего такого, ну, бывает, что муж у меня группа приезжает, когда съездим в этот, бургер кинг у нас, ну, у нас в городе нет, у нас кифси только, съездим там, поедим, может, я не знаю, раз в 4 месяца, даже в шашлыки, у нас есть тоже, такой, ну, как кафе, там могут пожарить, те шашлыки привезти, можешь взять замаринованные, мы как-то заказывали, но, опять же говорю, как я мариную шашлык, там, курицу или мясо, намного вкуснее, просто я говорю, если вот человек, наверное, сам не умеет готовить, ну, и не стремился к этому, то ему кажется, что ресторанная еда вся вкусная, мне так вообще очень редко бывает, что не знаю, у меня всегда вкуснее получается, вот, салатик бомба, попробуйте, ну, наелась я, ребят, положила три ножки, думала съем, нет, не осилю я, в общем, объелась, салатик вообще очень вкусный, советую, приготовьте, кто, ну, печень, я не скажу, там так сильно чувствуется, но сочетание продуктов вообще офигенное, ой, ладненько, будем заканчивать, всем спасибо, кто посмотрел меня, ставьте лайки, подписывайтесь, и всем пока-пока, всем хороших выходных, до скорой встречи,